Ребятки, всем доброе утро! Семен играет с Сеней, а я слушаю музыку. Но Сем тоже слушает. Сережа еще у нас спит. Что у нас тут тусовка? Сем, что пытаешься сделать? Что значит? Короче, он пытается сдвинуть кокон вместе с Сеней. А Сеня так смотрит на нас. Господи, это моя семейка. Блин, зашла в ванную. Камера запотела, ребятки. Всем привет. Я сегодня вот так вот выгляжу, потому что я решила все-таки покрасить волосы еще раз. Ну, не покрасить, а затонировать этот тоник фиолетовым. Я как-то во время беременности покупала. Блин, подождите. И я купила две упаковки. Думала, вдруг на них хватит. Ну, там в тюбиках. В итоге он нифига не взялся. Но я использовала мало. И более волосы длиннее. А сейчас я прям весь тюбик нанесла. Я не знаю, что из этого получится. Ну, как бы получится-получится. Будет хорошо, не получится. Ну, ладно, потому что он плохо взял тогда. Это был Олин. А потом я еще покрасила все-таки фиолетовым. Я взяла... Господи, как он называется? Тоника, по-моему, так и называется. Короче, у меня опять рубрика эксперимента. Он просто лежит. Я его хотела отдать или продать. Он, кстати, не продается. Я такая, ну, ладно, использую сама. Сейчас покошу, потом пойду смывать. И сяду, наверное, замонтировать влог. Надеюсь, что дети еще поспят немного. Потому что Семка, я уже говорила, мало спит. Я уже полчаса из этого времени израсходовала. Он потом не даст мне спокойно посидеть, наверное. Ладно, поспорим. Сейчас буду это ждать. Вообще, по-моему, шапочку не надо или не обязательно. Но надеюсь, что из этого уже не будет. Просто я ее нанесла, чтобы не пачкать полотенце. Но я потом поняла, что у меня будут все уши фиолетовые, если он снится. Ну, как бы, ладно, отмоем. Вышли погулять. И у нас так светло от белого снега. Мальчики впереди там. Сережа с Семкой на сонках. Сенька тут воздухом. Дышит приоткрываем ему чуть-чуть. У нас просто сугробы. Гигантские. То все натает, то наметет. Непонятная зимняя погодка. Но красиво. Арсенечка у нас в итоге не поспал. Нифига. Я надеялась, что придем домой. И он будет дальше спать. Но мы зашли домой. Разделись, и он проснулся. И мы еще зашли вот в такое вот заведение. У нас открылось чебуреки попробовать. Я не знаю, ни разу не пробовала. Но это что за чебуречище огромный? Попробуем вредную еду сегодня. Давно мы не баловались вреднятиной. А я, кстати, высохлю. У меня волосы и... Ну ладно, совсем чуть-чуть. Фиолетовым даже не заметно. Но заметно, что волосы немного потемнее стали. Ну хотя, как-то вот так вот на свету заметно, что немного фиолетовые. Ну как бы ладно. Естественно, у меня волосы не светлые. И все, упадешь. Вот помнишь, ты так упал со стула? Ты еще хочешь так упасть? Во, вот, иди. Вот. У меня волосы не светлые, поэтому чего-то прям очень суперклассного ожидать не стоило. Но хотя... Так, просто как будто бы волосы стали чуточку темнее. Посмотря под каким освещением. Мама сейчас чай попьет. И мне что нужно сделать? Ничего сегодня больше не нужно делать. У меня сегодня было в планах постирать куртку осеннюю. Я это сделала. Я молодец. Поэтому можно больше ничего не выполнить. На самом деле, я знаете, как делаю? С вечера я спишу себе небольшой список каких-то дел, которые я давно откладываю. Там 2-3 дела. И стараюсь их за следующий день выполнить. Если я выполнила, значит я себя чувствую хорошо. Значит я молодец и я справилась. Что? Машина. Машина быстрая, сын. Все, ну смотри, у мамы пакетик чайный растворился, блин. У меня нет заваривать чай опять. Забыла. Заварка быстро у меня уходит, потому что я чай пью. У меня из чайничка заварочка быстро уходит. Я забыла новую ныреть. Это мой чебурек. У тебя там своя половинка. Поэтому пришлось сейчас пакетик брать. Я уложила Семку. Сережа уложил Сеньку. Мы справились с этой задачей. Я сейчас буду садиться, повышиваю. Не знаю, может быть минут 30-40. Часик максимум. Потом тоже буду спать. Вот такое чудо у меня получается. Уже что-то видно. Нет, сижу почти каждый вечер, стараюсь повышивать. Потому что я медитирую в это время. Ну и как раз успела какие-то видосики посмотреть. И сегодня был комментарий. Как так я уложила младшего, что он поспал больше, чем 15 минут? Никак. Потому что днем реально сейчас вот, скорее всего, со вторника. Да, сегодня ничего. Пятница, вот эти вторник, среду, четверг, пятницу. Сенька спит днем очень плохо. Даже если дневной сон у Семы, то тишина в доме, естественно. Есения все равно не может нормально поспать. Он там проспает максимум реально 40 минут. Даже сегодня вот на улице тоже у него сон такой был. Только коляску останавливаешь, все. Он проснулся, глаза открыл. А на ночной сон он уходит более-менее нормально. Я его кормлю. Там, ну, переодеваю всякие вот эти процедурки. Дело отдаю Сереже. Сережа его укладывает. Я занимаюсь Семой. Там иду укладывать Сему. То есть, вот эти вот час-полтора, пока я занимаюсь чисто старшим, младший просто лежит на руках у Сережи. Я уже выхожу из комнаты, из детской. И мы перекладываем в кроватку Сеньку. И все. И он дальше вот может спать. Ну, вот как-то так получается. С ночным сном все более-менее хорошо. Не считая того, что под утро он там тоже где-то в 4-5 может проснуться. И долго-долго засыпать обратно. Но, в целом, мы спим. И это меня радует. Пошла, значит, нашивать, пить чай. Пытаться отдохнуть всеми силами. И влог, наверное, завтра тоже днем смонтирую. Поэтому я с вами попрощаюсь. Увидимся с вами в следующих видео. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok